Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net номер 26. Решить задачу. Задача А. В субботу Толя покрасил одну вторую забора. В воскресенье три друга пришли ему помочь и вместе с Толей они разделили непокрашенную часть забора поровну и докрасили забор. Какую часть забора покрасил каждый из них в воскресенье? Итак, давайте решать задачу. Толя в субботу покрасил одну вторую часть забора. Всё число, как правило, обозначают через единицу. Тогда, чтобы узнать, какая часть забора осталась непокрашенной, надо от единицы отнять одну вторую. А это равно одной второй. То есть, одна вторая часть забора осталась непокрашенной в субботу. Эту часть забора, одну вторую, вместе с Толей в воскресенье разделили ребята поровну. То есть, всего было четыре человека, и они эту часть забора разделили поровну. Значит, чтобы узнать, какая часть забора досталась каждому из этих четырёх ребят, нужно одну вторую разделить на четыре. На четыре равные части. А это равно. Значит, одну вторую будем умножать на одну четвёртую. То есть, четыре в знаменателе. А это равно одна восьмая. Одна восьмая часть забора досталась в воскресенье каждому мальчику. Можно записать ответ. Решим задачу Б. Три школьницы решили написать поздравительные открытки к празднику. Они разделили всю работу поровну. Одна из девочек, Таня, нашла себе трёх помощниц, с которыми разделила свою часть работы поровну. Какую часть всей работы выполнила Таня? Итак, всю работу обозначают за единицу. Три школьницы решили написать поздравительные открытки к празднику. И они разделили всю работу поровну. То есть, один разделить на три. Мы узнаем, какая часть работы, одна третья, досталась каждой школьнице. Итак, одна третья часть всей работы досталась каждой из трёх учениц. Но Таня нашла себе трёх помощниц. То есть, свою часть работы, одну третью, она делала вместе с тремя девочками. То есть, всего делала четыре девочек. Каждую из эту часть работы. Надо узнать, какую часть работы досталась Тане, ну и, соответственно, трём её помощницам. Значит, эту часть работы, одну третью, надо разделить на четыре. Так как делала Таня и ещё три её помощницы. А это равно. Одна третья умножить на одну четвёртую. То есть, четыре в знаменателе. Равно одна двенадцатая. Всей работы в итоге выполнила Таня. Можно записать ответ. Мы решили две задачи. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео. Субтитры делал DimaTorzok